Тем временем Мактаральский район Туркестанской области практически полностью освобожден от сточных вод. Спасатели уже откачали больше 11 миллионов кубометров влаги. Ликвидация последствий наводнения продолжается. О том, что сейчас происходит в затопленных селах, расскажет Арауль Габитов. Сплошное болото. Именно так сейчас выглядит местность вокруг села Женес. Но если учесть, что недавно суши здесь не было вообще, то картина не совсем печальная. Около недели назад сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям откачали из аула всю воду. И теперь местные жители пытаются оценить всю сложность ситуации и подсчитывают ущерб. У всех нас есть посевные участки, которые пострадали. Мы пришли, чтобы сфотографировать эти земли для подтверждения ущерба, чтобы потом нам его компенсировали. Стихийное природное бедствие смело всё на своём пути. Теперь на каждой улице работают спасатели, военные и сами жители, которые разбирают завалы. В основе моего жилища был дёрн. Поэтому оно быстро рухнуло. В доме ничего не уцелело. Ни мебель, ничего. Всё же я решил разобрать завалы. Попросил помощи у военных, и они мне не отказали. Спасибо за это. Разрушенные дома, разбитые ограды и пустые улицы. Этот участок небольшого села Женес вполне подойдёт в качестве локации для съёмок военного фильма. Сложно представить, что ещё месяц назад здесь кипела жизнь. Кстати, работать в строгом костюме и соблюдать дресс-код в Макторале практически невозможно. Поэтому мы, как и представители департамента по чрезвычайным ситуациям, вынуждены носить практичную одежду. Под водой оказались сразу пять сёл. Уэргебас, Женес, Фердауси, Жанатурмоз и Досток. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 1236 спасателей и военнослужащих. Часть из них в качестве подкрепления приехала из Узбекистана. Ликвидаторы работают круглые сутки. Мы работаем в две смены, откачиваем остатки источных вод. Сейчас необходимо исключить возможность фильтрации и поднятия уровня грунтовых вод. Для этого мы используем все 188 единиц водокачивающей техники. Вода из всех пяти сёл полностью ушла. Там сейчас работают сотрудники санэпидслужбы. Они дезинфицируют дворы, постройки и водяные скважины. На данный момент уже обработана территория площадью более 900 тысяч квадратных метров. Рауль Габитов, Ербалат Абишов. Итоги дня. Туркестанская область.